Библейский портал экзегет.ру представляет Абба, «By the rivers of Babylon». А это он и есть, правда, без последних строк. Итак, советские пионеры плясали под 136-й псалом, понятия не имея, что пляшут под псалом. И красивая, кстати, была композиция. Но и сегодня его часто читают по самым разным поводам. А ведь он вываливается из такого ровного течения псалтири. Вот смотрите, у нас были 120-е, это псалмы восхождения. Постепенно поднимается паломник к храму. Вот предыдущие 2, 134-й и 135-й у нас были медитативными псалмами, такими размышлениями о благости и милости Бога. И вот взошли уже во храм паломники, они стоят и молятся, они слушают эти такие песнопения, которые описывают величие Бога, его милость к народу Израиля. И вдруг 136-й, и все очень плохо. Там у рек Вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая Сион, там на ветве Ив мы повесили наши лиры. Те, кто в плен нас увел, приказали, чтобы мы пели песни. Угнетатели наши желали позабавиться. Ну-ка, спойте нам песни Сиона. Только как нам петь песни Господу в стране чужой? Если я позабуду тебя, Иерусалим, пусть рука моя правая меня позабудет, и пусть к небу присохнет язык, если я не буду помнить тебя, и если не будет для меня, Иерусалим, величайшей радостью. Припомни, Господь, как сына Идома, говорили в день гибели Иерусалима. Сравняйте, сравняйте его землей. О, Вавилон, страна проклятая! Блажен, кто воздаст тебе тем же, что творил и ты с нами. Блажен, кто схватит и разобьет младенцев твоих о камень. Мало того, что начинается скандалом, мы не будем петь песни Господу. Как это? В псалтире они отказываются делать то, о чем вся псалтирь. К конце еще младенцев собираются убивать, кошмар какой-то. Что ж такого популярного в этом псалме, что его и группа Абба поет. Без этих последних строк, кстати, да, уж еще бы. И вообще люди на реках Вавилонских этот псалом очень любят и читают. Ну, во-первых, речь идет о Вавилонском плене. Вавилонский плен, когда переселены огромное количество людей в Вавилон. Новохадоносор, царь, разрушил Иерусалим. Соответственно, кто-то там остался на очень незначительное количество. А главное, что нет больше храма, нет больше города. И вот эти пленники там сидят. Вавилонские реки, Тигр, Ефрат, Великие реки. Великая культура, цивилизация Вавилонская, но чужая. И они сидят у берега и плачут о Сионе, о своей маленькой горе, на которой больше нет храма. А местные над ними издеваются, говорят, давайте к песне нам пойте, поразвлекайте нас. Чем группа бы занималась, кстати. А те говорят, нет, не можем только в Иерусалиме. Вот о чем идет речь. Зачем это в псалтире? Вот зачем? Вот на первый взгляд совершенно лишняя песня, которая просто вываливается из всего, что было до, из всего, что будет после, где все очень хорошо. А вот важно помнить о том, что наши представления и наша реальность, они довольно различны. Наши представления, которые хорошие, правильные, верные в предыдущих псалмах о Боге, который сохраняет свой народ Израиль, который, ну, оберегает его от всех врагов. 135-й псалм, как все было хорошо. И наша реальность. Вот мы сидим у разбитого корыта. Я думаю, что очень многие люди в своей личной жизни и в истории своего народа прекрасно понимают, что они проходят через такие периоды сиденья у разбитого корыта. В плену у врагов, когда все разрушено, храмы пороганы и так далее. В нашей российской истории тоже такое было и совсем недавно. И вот они плачут, по сути дела, говорят только одно. Если я позову до тебя, Иерусалим, пусть правая рука меня позабудет. Присохнет язык к небу, если я не буду помнить тебя, Иерусалим. Вот когда все плохо. Есть разные варианты. Можно пойти дружить с Вавилонинами, поступить к ним на службу. Кстати, в этом нет ничего плохого. Книга пророка Даниила показывает великого пророка на службе Вавилонского царя. Почему нет? Можно сидеть и впадать в депрессию. Это, конечно, менее приятное занятие, но вполне понятное. В 136-м псалме мы это видим. Можно ругаться даже с этими угнетателями, объяснять им. Не будем мы вам петь, забастовку объявляем. Это разные линии поведения, но это все вторично. А главное, память внутри сердца, память, которая составляет основу твоего существования. Если Иерусалим разрушен, помни его. И когда-нибудь ты в него вернешься. Мы знаем это из истории. Псалмопевец, когда это сочинял, вероятно, об этом не знал, скорее всего, один из этих вавилонских пленников. Не может быть, вот прочитав 134-й, 135-й, ибо навек милость его, он избавил нас от таких, от таких, от таких врагов, он прямо вопит криком, да нет же, мы не можем петь эту песню. В Вавилоне мы ее петь не можем никак, потому что нас угнетают, потому что все плохо. И он говорит только об одном, я не забуду Иерусалим. И вот это одно, оно его вытаскивает. Вот это одно, оно позволяет этому народу снова собраться, позволяет вернуться, позволяет все отстроить. Ну и он не скрывает своих чувств, это да, он хочет, чтобы Господь отомстил сынам и дома, которые злорадствовали, когда разрушали Иерусалим. Он хочет, чтобы были уничтожены вавилонские младенцы. Да, в последующем, конечно, православные, да и не только православные, христианские экзегеты, читая этот псалом, предложат какое-то перетолкование. Они скажут, ну, Вавилон – это ад, это царство сатаны, его младенцы – это его первые помыслы, когда вот только-только это зародилось, оно еще не выросло, не окрепло, поэтому надо уничтожать помыслов зародышей, иначе страсти вырастут, возьмут над нами верх, они уже будут сильными, нам с ними не справиться. Да, это такое аскетическое, аллегорическое толкование, всю псалтирь так, и не только псалтирь можно перетолковать, но в первом, самым явном и ясном своем значении псалмопеют желают зла Вавилону, включая его младенцев. Что надо сказать? Библия – это честная книга, псалтирь, наверное, самая честная книга во всей Библии, в ней человек, в том числе и те чувства, которые нам сегодня кажутся очень неприглядными, излагает перед Богом. И огромная разница с всякими другими произведениями и текстами в том, что он отдает это на усмотрение Бога, он не пытается вершить суд сам, он говорит, Господи, ты накажи, Господи, я рад буду, если это произойдет, но я не буду мстить сам. Может быть, это нам кажется и малой такой ступенью на пути к этике Нового Завета, но на самом деле она абсолютно необходимая. Ну а следующий, 137-й, будет выглядеть своеобразным ответом на страдания 136-го.